В этой части вы услышите о самых ярких особенностях Warhammer 40 000 и узнаете, что же из себя представляет эта вселенная и её настольная игра-первоисточник. Спонсор выпуска – интернет-магазин wargame39.ru. Промокод на 7% скидку для подписчиков смотрите в описании. Некоторые могут ставить под сомнение ваше право на уничтожение миллиардов человеческих жизней. Те же, кто понимает, осознают также, что у вас нет права позволить им жить. Из экстерминатус экстремис. Субтитры создавал DimaTorzok В 1987-ом Рик Присли и Энди Чамперс Рик Присли и Энди Чамперс переработали уже к тому времени достаточно популярную мрачную фэнтезийную вселенную Warhammer, добавив к технофэнтези научно-фантастический антураж и перенеся действие с планеты Молота Войны в целую галактику и конец 41-го тысячелетия. В начале несколько слов о самой вселенной, о ее самых ярких особенностях. Во-первых, это уникальный стиль. Он сочетает в себе подчас утонченный футуризм с редкими для фантастики готикой, гротеском и архаикой. Вас не оставят равнодушным вид утонченных аэродинамических гравитанков Эльдар, сражающихся с грубыми, а струугольными коробками танков Имперской Гвардии, похожих на машины Первой мировой, но при этом комбинирующие пушечный огонь с залпами лазеров и плазменных орудий. Как и имперская архитектура, с ее монструозными гиперболизированными соборами и монументами. Образ города Улья, парящего в черной глубине космоса, где на верхних уровнях роскошь и жизнь бьет ключом, а на нижней уровне заглянет разве что слепой глупец в поисках смерти, навсегда отпечатается в вашем сознании. Вторая особенность вселенной – это нарочитая эклетичность. Помимо танка с дизайном Первой мировой войны, стреляющего энергетическим оружием, представьте себе генетически усовершенствованных суперсолдат, верхом на огромных волках, да еще и разодетых в стиле скандинавских викингов. И в завершении – использование на одном поле боя подчас одним бойцом оружия, основанного на антиматерии и самого обыкновенного меча. Более того, во вселенной 40 тысячи Кадара присутствует такое понятие, как техноархеология, о котором мы подробнее расскажем, когда дойдем до соответствующей структуры Адептус Механикус. В третьих, разумеется, это сама стилистика технофэнтези. Соседство демонов с роботами, магов с танками, а эльфов и орков с генномодифицированными суперсолдатами создают свою уникальную атмосферу и наполняют сеттинг определенной глубиной и возможностями. Не часто удается вывести в бой мага в экзоскелете, да с плазменной пушкой в руке. И еще одна интересная особенность досталась Warhammer 40 000 от своего фэнтезийного собрата, многочисленные аллюзии как на исторические источники, так и на другие фантастические и фэнтезийные произведения. Конечно, это встречается во многих произведениях практически любых жанров, но стараниями авторов Games Workshop, миры боевого молота, подняли эту особенность на качественно новый уровень. Одних только исторических отсылок столь много, что сложно вспомнить что-либо, что не нашло отражения в том или ином виде в Warhammer 40 000 и Fantasy Battles. Тут вам и обличающий иерархов священник по имени Лютер, и форменные советские комиссары с клюквенным представлением об их страсти к расстрелам, восточные государства Ниппон и Катай, и ультрамарины с их стилем Древнего Рима с отголосками Древней Греции. Перечислять можно практически бесконечно долго, столь долго, что этому можно посвятить целую серию видеороликов, после чего долго и ожесточенно спорить, например, о том, кто такие криговцы, немцы, французы или автро-венгры. А может всего понемногу? Мы же пока пойдем дальше. Первая редакция 1987 года называлась Warhammer 40 000 – Rock Trader, то есть Warhammer 40 000 – Вольный Торговец. В отличие от современного Вархаммера, первая редакция тяготела к малым форматам и вообще была ориентирована на ролевую составляющую. Сейчас эти идеи в сильно усовершенственном и углубленном виде, да еще и с добавлением космических боев, можно увидеть в линейке книг Rock Trader, издаваемой в Fantasy Flight Games. Постепенно настольная игра начала преобразовываться в тот вид, что мы видим сейчас. Уже со второй редакции Games Workshop додумались выпускать стартовые наборы – коробки для начинающих с обложенными краткими правилами и набором из двух противоборствующих армий. Во второй редакции такими армиями стали орки и космические десантники, они же вернули себе популярность и в пятой. Третьему изданию окончательно оформилась система кодексов для каждой фракции, содержавших характеристики и способности их юнитов, и тогда же появились охотники на ведьм, охотники на демонов, темные эльдары, некроны и тау. На данный момент свет увидела уже седьмое издание, или как это принято говорить, седьмая редакция книги правил сорокатысячника, а Fantasy Battles уже давно обзавелась восьмой редакцией. Последними нововведениями на столке стали появление в обычном формате игры супертяжелой техники, апофеозом которой явилось появление Кодекса Имперских Рыцарей, армии поголовно состоящей из 10-15-метровых шагателей. Добавились в игру и расширенная система фортификаций, позволяющие брать как целые комплексы редутов и бастионов, так и могучие твердыни, способные повергать даже титанов одним залпом. Кодексы в сорокатысячнике, или книги армии Fantasy Battles, это специальная литература, посвященная одной из сторон конфликта. Вместе с книгой правил, вмещающей в себя базовую механику и основной бэк мира боевого молота, Кодексы позволяют игрокам играть определенные расы или фракции, например, высшими эльфами, космическими десантниками или некронами. Каждый кодекс содержит в себе описание той стороны конфликта, которой он посвящен. Подробное описание всех боевых юнитов, доступных для игрока по этой книге, включая все статы и специальные правила пехоты и техники, секцию с примерами миниатюр и их покраски, а также армлист с указанием стоимости каждого юнита во внутриигровых очках. Более того, с выходом в шестой редакции появилась система союзников, позволяющая вашей армии брать подкрепления из войск, описанных в других кодексах. Так отныне стало возможно в обычном формате игры выводить армию, состоящую, например, из имперской гвардии и космических десантников. Появились и специальные дополнения, так называемые сапплементы и дата-слейты, привносящие в игру дополнительный бэк и игровые механики. Например, сапплемент Чёрного Легиона не только рассказал о Легионе Архиеретика, но и позволил игрокам ввести его в бой. Механика дополнения базируется на основе правил Основного Кодекса, в данном случае Кодекса Космического Десанта Хаоса, но даёт дополнительные возможности, ровно как и налагает определённые ограничения. Система же дата-слейтов позволила Games Workshop внедрять дополнительные механики и правила в уже вышедшие Кодексы без их переиздания. Таким образом, они добавили несколько формаций в Кодекс Космических Десантников, который вышел прежде, чем авторы игры придумали подобную механику. Но, конечно, главным дата-слейтом на данный момент по праву можно считать выпуск, посвящённый Официо Ассасинорум. Не издавая полноценный Кодекс для столь малой и несамостоятельной фракции, Games Workshop позволила использовать лучших мастеров искусства смерти в галактике всем имперским армиям как дополнительного опциального союзника. В дополнение к этому, в журнале White War по-прежнему публикуется дополнительная информация по игре, покраске и бэку, а также дополнительные правила, последними из которых были расширенные правила на орликинов расы Эльдар, включавшие долгожданного легендарного исполнителя роли Слаанэш Салитера. Вместе с популяризацией оригинальной игры, Games Workshop начали использовать полюбившуюся многим вселенную для всё большего и большего числа продуктов. Например, настольные игры, не связанные с оригиналом общей механикой. В частности, это Space Hulk, Space Crusade, Armageddon или Battlefleet Gothic. В то время как одни игры давали возможность как следует поиграть малым отрядам, что уже не позволяло настолка, рассчитанное прежде всего на форматы полсотни бойцов и больше. Другие же, наоборот, позволяли вводить в бой целые полки и отряды сверхтяжелой техники, а третьи позволяли управлять космическим флотом. Для любителей фантастических ролевых игр в компании была выпущена своя линейка книг Инквизитор, впоследствии переродившиеся в несколько серий от уже упомянутого издательства Fantasy Flight Games, где игроки могут примерить роль вольного торговца, члена свита Инквизитора, прислужника хаоса, имперского гвардейца или истребителя ксеносов, космического десантника из караула смерти. Недавно линейка, посвященная Акалитам Инквизиции, Темная Ересь, претерпела второе издание, отправившее игроков в сектор Эскелон взамен сектора Калексида, фигурирующего в прошлой части и несколько изменившее механику игры. Быстро подоспели и компьютерные игры, а также был даже снят полнометражный анимационный фильм, ну и, конечно, книги. Книги, рассказы, аудионовеллы. На данный момент число подобных произведений по сорокатысячнику измеряется сотнями, входящими в десятки книжных циклов. Вселенная приобрела такую популярность, что Games Workshop запустила несколько специальных серий с цифровым распространением, в каждом выпуске которых на нескольких десятках страниц описывались герои, злодеи, явления и даже просто разбирался один конкретный вид оружия — мира боевого молота. Зародившись как настольная игра, Вархаммер стремительно развивался, быстро выйдя за тесные рамки одного лишь варгейма, став глобальным сеттингом и примером для многочисленных подражаний вселенной глубокой, многогранной и проработанной вселенной, о которой мы расскажем в серии о Этернитес оф Тенебрарум. Присоединяйтесь к рядам защитников Империума и регулярно посещайте эти лекции, делитесь копиями этого материала со своими боевыми братьями и помните, потери приемлемы, поражения нет. В мрачной тьме далекого будущего есть только война.